Здравствуйте, меня зовут Мария Сокеркина. Я покажу вам демонстрацию по докладу использования инструментов ARGIS для анализа пространственно-временного распределения данных. В программе ARGIS существует огромное количество инструментов пространственной статистики, предназначенных для решения самых разных задач. С помощью этих инструментов вы можете выделять статистически значимые точки, изучать форму, размер, разброс в каких-то объектах, их ориентацию. Также определять пространственные взаимоотношения, применять регрессионный анализ и также пространственную автокорреляцию. Все это касалось пространства, но ARGIS также может работать и со временем, еще одним измерением для изучения данных. Вы можете визуализировать данные в какой-то момент времени или проводить исследования по содержанию, допустим, pH в одной и той же точке в течение нескольких лет. Также примером использования пространственной статистики в ARGIS является применение инструмента пространственной автокорреляции. В этом примере исследовалось то, как расположено между собой графство в штате Нью-Йорк в США. С какой целью? С целью определения доходов графства к среднему по стране. Это проводилось для исследования того, группируются ли бедные районы с бедными, а богатые с богатыми, либо эта тенденция несколько сокращается. Вообще существовало с 1969 по 2002 год 33 тематические карты, но трудно определить, как изменялся этот разрыв. В программном модуле ARGIS было выяснено, что тенденция разгруппировки сейчас присутствует, то есть бедные округа уже начинают соседствовать с богатыми, и ситуация становится все более равномерной. Это что касалось пространственной статистики и во времени. Также еще один случай, который не может нас не беспокоить, это проявление пиратства. Но поскольку этот процесс не единовременный, он происходил несколько лет, особенно выросла тенденция в Адонском заливе, было произведено примерно 500 нападений в период с марта 2007 по февраль 2009 года. И все, что можно понять по карте, что за этот период было проведено множество нападений, и с течением времени проводилась некоторая группировка в районе южного берега Йемена. При добавлении временной составляющей мы увидели особое распределение данных, и глядя на эту временную составляющую, можно определить некоторые закономерности. С течением времени пираты становятся все более и более удачливыми, нападения становятся более широко распространенными. Капитаны судов начинают избегать побережья Сомали, предыдущее место пиратских атак, как можно видеть в период с марта по август 2007 года. И пираты следуют за ними. В результате все больше нападений происходит у побережья государства Йемен. Разумеется, для проведения временного анализа необходимы специальные данные. Но данные не являются специфическими, это просто даты, и они добавляются довольно просто. И далее с этими данными можно работать с помощью разных инструментов, таких как стандартные инструменты ARGIS, это бегунок времени и анимация карты. Эти два способа дают возможность записать видео, более того. И я позже покажу оба этих способа в демонстрации. А также существует специальный модуль ARGIS Tracking Analyst. Он предоставляет дополнительные инструменты во времени, с точностью до минут. И также в нем есть еще некоторые интересные особенности. Можно использовать также и специальный инструмент пространственной статистики для дискретных данных. Но это все подводится к тому, что пираты не действуют в каком-то определенном ареале, а существуют некоторые разбросы. С помощью этого инструмента можно определить эллипс распределений. Но вообще этот инструмент работает так, что две оси располагаются относительно нормального распределения. И здесь используется значение стандартного отклонения. То есть этот эллипс покроет приблизительно 68% всех входных центроидов. Инструмент является изменяемым, и можно выбрать такую величину, как два стандартных отклонения. Тогда форма, конечно, изменится, но покроются примерно 95% объектов и три стандартных отклонения. Что еще можно сказать, то, что как можно приложить эти инструменты в практике. Можно использовать их для картографирования трендов, распределения для набора преступлений. Можно определить связь с некоторыми физическими процессами, распределение каких-то заболеваний, токсинов, и это более актуально для США и других стран. Однако у нас тоже случаются такие случаи. Перекрытие расселения разных этнических групп и возможные конфликты одних с другими. Все эти задачи можно решить с помощью инструментов пространственной статистики. А теперь мы перейдем к демонстрации, где я покажу, как можно использовать инструменты отображения данных, такие как бегунок времени и анимация, а также применение инструмента эллипсонаправленных распределений. Демо номер один. В этом демо мы отобразим свойства распределения данных. Вообще произошло 2875 случаев нападения пиратов. И нам надо понять, как происходят нападения, в каких местах и в каких интервалах. Сейчас мы посмотрим на общую мировую ситуацию. Обратите внимание на то, что все нападения расположены вдоль побережья и близко к нему, как, например, в Южной Америке. В районе Восточной Африки тенденция в расположении больше смещена к открытому океану. Ничего нельзя сказать о периоде времени, связанном с наблюдениями. Здесь может пригодиться временной анализ, но он может помочь определить, влияет ли временной период на изучаемое событие. Итак, откроем случай пиратства и поле дата совершения преступления, которое называется Date of Occuracy. И мы будем использовать эту информацию для создания будущей анимации. В свойствах мы должны найти время, включить время для этого объекта, отображаем данные с накоплением. Временной сдвиг у нас будет в течение одной недели. В качестве поля времени стоит нужное поле, и мы запустим бегунок времени, расположенный здесь. Перенесем его в самое начало и запустим. Как можно видеть, сначала все нападения совершались в этих двух ареалов, а позже все начало распространяться и на другие территории. Однако, между 2007 и 2010 годами наибольшее количество произошло возле побережья Восточной Африки. А теперь мы посмотрим то же самое для Адонского залива. Это у нас район Адонского залива. И включим бегунок времени, перенесем его на начальную позицию. Количество нападений пиратов в Адонском заливе возрастает главным образом с начала 2008 года и до начала 2010, то есть именно сейчас. В это время пираты начинают нападать часто, и в Сомали были приняты меры по патрулированию водных пространств и предотвращению атак. В результате этого пираты переместились в Адонский залив и, возможно, стали избегать побережья Сомали. А теперь мы посмотрим, что происходит в Аравийском море. Вспышка нападений в открытом море между Африкой и Индией начинает примерно в середине 2010 года и продолжается до конца анимация. В это время пираты начинают организовываться, захватывать более крупные суда, и, используя их уже как собственные суда, нападают на другие, еще более крупные. Эти атаки также располагаются вдоль морских путей и показывают возрастание уровня знания нападающих, а также их способности атаковать крупные суда вместо небольших. Таким образом мы выявили пространственные закономерности, которые не были заметны ранее. Сейчас мы завершаем нашу демонстрацию с помощью инструмента бегунок времени и переместимся во вкладку Адонский залив. Здесь мы применим инструмент пространственной статистики для определения трендов нападений в Адонском заливе во время учащения нападений пиратов с марта 2007 года по март 2009. При посмотре данных можно сказать, что существует кластер к югу от Йемена, но не более того. Для уточнения нам подходит вышеупомянутый инструмент, и мы находим его в каталоге. Он находится в модуле Special Statistics и моделирование измерения пространственных распределений. Нам нужен инструмент направленное распределение эллипс стандартного отклонения. А пока инструмент загружается. Для анализа мы используем данные атаки пиратов в Адонском заливе. Пока все это загружается, я расскажу вам о принципе работы. Далее мы выберем зоны. В этом слое содержится специальный столбец Case Field. Он задает полугодие, промежутки времени. Все мы исследовали, как было видно и ранее. Мы исследуем все в период с летний и зимний, с 2007 по 2009 год включительно. Теперь мы должны определить выходной класс. В Адонском заливе назовем их эллипсы. Используем размер инструмента, равный в одном стандартном отклонении. И выберем поле группировки Case Field. После того, как мы это выбрали, запускаем инструмент. Пока он ведет свою работу по выделению осей стандартного отклонения и по строению этой фигуры располагается здесь. Но пока инструмент нам не посчитал, я покажу, что получается в итоге. В итоге получается 4 эллипса, распределенные во времени. Они все расположены в одном файле. И потом из этой информации мы получили показываемые ныне эллипсы. Они показывают распространение всех преступлений в период с марта 2007 года по февраль 2009. Самое время создать анимацию. Это можно сделать с помощью стандартной панели инструментов анимации. Мы ее вызываем. Сейчас я вам покажу, что здесь разгруппированные данные. В начале все обстояло так. И в конце исследуемого периода эллипс стал минимальным. И явно выражена кластеризация возле берега Йемена. Мы все выключили все под свои. Это очень важно. Сейчас мы создаем анимацию составного слоя для случаев пиратства. Одну анимацию. И вторую анимацию для эллипсов. После этого мы должны выбрать управление анимацией и запустить наш инструмент. Здесь мы можем видеть, как все изменяется во времени. Более того, эту анимацию можно экспортировать в различные форматы, такие как AVI и остальные. Ранее я немного уже занималась этим. Это видео можно ставить в презентацию, показать на отчете и использовать в ваших целях. Вообще инструмент направленного распределения эллипса стандартных отклонений помогает нам понять тренды в данных. Мы видим, что меньше всего инцидентов случилось между концом 2007 года и началом 2008. Эти инциденты более рассредоточены и прошли далеко от берега. Анализ показывает, что значительно больше инцидентов происходит в течение следующих двух лет, когда атаки все более концентрируются в Аденском залее, особенно именно сейчас со стороны Йемена. Такая кластеризация – результат того, что все больше капитанов избегает побережья Сомали, так как знают, что большинство пиратов идут именно оттуда. Таким образом, при помощи пространственной статистики и анимации временных серий мы можем исследовать тренды в данных и понять проблему пиратства с новой стороны. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо.